Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот то, о чем мы с вами говорим уже очень давно, и вы пишите об этом комментарии. Озвучил известный актер, замечательный актер Вячеслав Манучаров, патриот нашей Родины, России. Он призвал немедленно, значит, уволить Эрнста с поста руководителя Первого канала, отправить его в отставку за похабную передачу с Гузеевой, которая была запущена в эфир в Рождество. О, напомню, Гузеева там рассказывала об имитации оргазма во время секса. Да, на Первом канале, собственно говоря, это наиболее, я так понимаю, нужный контент с точки зрения руководства. Вот что пишут СМИ. Манучаров потребовал сменить руководство Первого канала за похабную передачу с Гузеевой. На самом деле, не только за это. Он там вспомнил и скандал с вот этой дамой Овсянниковой, которая вышла с плакатом «Продам гараж». Позади Екатерины Андреевой и с Ургантом, и ряд других скандалов. Телеведущая актриса Лариса Гузеева пишут СМИ, оказалась в центре скандалов. Светлый праздник Рождества Христова. На Первом канале вышла рождественская программа с участием Ларисы Гузеевой, где обсуждалась имитация оргазма во время секса. Вот такая рождественская программа от Первого канала. Вдумайтесь только на секундочку. Актёр Вячеслав Малучаров возмутился тем, что в рождественском выпуске обсуждались такие темы. Абсолютно справедливо, абсолютно. Мне кажется, любой здравомыслящий человек понимает, что это не тема для обсуждения. Да вообще на федеральном канале я считаю, что это специализированный какой-то канал необходим. Ещё раз повторюсь, тема имеет место быть и имеет право на своё существование в общем-то. Но если Гузеева эксперт в этой теме, то тогда на какой-то специализированный канал, или может быть в ночное время, да, там кто интересуется этой проблематикой, или хочет получить мастер-класс от Гузеевой. Но не в такое время, когда это смотрят, собственно говоря, нормальные люди. И, скажу так, да, и тем более в Рождество. Значит, Малучаров потребовал срочно сменить руководство Первого канала, об этом он написал в своём телеграм-канале. Собственно говоря, вот что он написал. Значит, некоторые называют работу Константина Эрнста иначе, диверсией. И как с ними поспорить, когда к череде громких скандалов с внесённым в перечень визит исполняющей функции аностранного агента на территории Российской Федерации Минюстом РФ Галкиным, Ургантом, Овсядниковой в качестве вишенки прибавилось это, ну или клубнички на торте. В Рождество. В официальном аккаунте канала «Я вижу это» – программа о том, как женщины имитируют оргазм во время секса. «Такие премьеры, по мнению Эрнста, мы заслужили в Рождество, в разгар операции», указывает Вячеслав Манучаров. И прикладывает скриншот, собственно говоря, вот этой публикации. Значит, и сам вот что он ещё пишет. Да, я давно с гостями своей программы говорю о срочной смене руководства Первого канала. Потому что деятельность – это больше похоже на агонию. Друзья, ну здесь, что называется, не добавить, не отнять. И здесь всё давно понятно. Может быть, вот на таком уровне люди начали говорить, когда слышат больше, скажем, чем блогеров, тех, кто говорит и цитирует. Слышат, может быть, коллеги, которые тоже могут об этом говорить, другие журналисты. Может быть, что-то поменяется. Но я согласен с Манучаром. Я считаю, что то, что происходит на Первом канале, это даже не днище. Я не знаю, как даже назвать. Я даже не знаю, как слово подобрать. Какое, чтобы охотно сказать, что там происходит. Друзья, пишите ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии. В описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Там новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал. Он называется Будда Гришна. Новости. Значит, он резервный, запасный. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.